Всем привет! Продолжаем путешествовать по картинам, скульптурам. Неизвестный автор Нарадакини, Тибет, 20 век, бронза, позолота, серебряные вставки 86 на 66 на 26. Нарадакини одна из ваджа-иагинь будженщин в тантрическом буддизме. Изначально она почиталась в Индии, после приобрела большое значение и в тибетских практиках. Этот персонаж легко узнается по динамичной позе, и поднятой копальней, чашей из черепа. Имя Ягини связано с индийским отшельником Нароппой, которым она явилась, после чего он установил культ в ее честь. Не считая отличительной позы, Нарадакини обладает признаками, которые являются общими для всех дакинь, женских духов. Другой характерной чертой является прическа со свободно распущенными прядями, что считается признаком человека, практикующего йогу, в частности тантрическую. Также буддисты определяют неубранные, развивающие волосы в образе Нарадакини как символ свободы, ее сознание от эго и счастливого взаимодействия с существующей действительностью. Лицо Ягини обращено к чаше. Она готовится испить бесконечно истекающий оттуда нектар блаженства. Считается, что Нарадакини взирает на буддистский рай, известный как Хичара, где успешно преодолевший путь тантрой встречает конец своего земного существования и вечно живут в царстве небесного величия и красоты. Достигая совершенства, попавшие в рай могут сами воплощаться в будд и нисходить в мир людей, чтобы вести других к освобождению. Ну вот такое описание к работе неизвестного автора Нарадакини, Тибет, 20 век, бронза, позолота, серебряные вставки я нашел в интернете. Текст по книге Великие Музеи Мира. Пока-пока. До свидания.